всем привет это 45 подкаст меня зовут глеб и мы начинаем кто мы то я один здесь значит смотрите наконец-то я настроил звук картинка нормальная сегодня 8 августа 2020 год на часах 9 27 утра вот работает вентилятор то есть ну я думаю шум не будет мешать никому вот короче попалась мне на глаза статья ну мне кажется интересная статья то есть объяснение значения слова например наверное каждый из нас испытывал такое чувство отрицательно окрашенное сочетающее в себе сожаление по поводу своего поступка и чувство вины за его последствия вот можно привести пример ну там кто-то сну спортсмен сильный ударил кого-то по неосторожности значит уничтожил своего значит соперника ну вот и как по потом думает блин вот какой плохой я лишил человека жизни вот и это чувство называется как она называется раскаяние вот не только там спорт или значит какая-то ситуация например какую же пыль я просто не подготовил столько вот звук настроил и сразу же начал записывать подкаст блин я пересмотрел все свои подкасты предыдущие ну как быстро так про каждый открывал несколько секунд смотрел и микрофон один и тот же звук везде разные где-то хуже где-то тише громче думаю ну как какой как же выбрать вот сейчас вроде настроил самый лучший звук так будет перезаписывать знаете немножко в сторону влево допустим ручку передвинешь и звук уже плохой и вот так вот я искал 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 свои значения вот сравнивал с каким-то другими блогерами у которых там дорогущее оборудование само по себе который настраивать не надо просто записываешь и все и мне как-то я сравнил думаю мне наоборот не нравится какой у них какой у них звук или я буду косить под них и буду звучать только хуже потому что их тембр это их тембр вот вроде настроил вебка раньше я записывал в 480p и растягивал картинку до 720p и мне приходилось увеличивать резкость потому что было как-то мыльно сейчас я пользуюсь камерой своей на полную катушку именно 720p и когда я добавляю резкости становится только хуже я так понял что не нужно к резкости не нужно ничего убрал цвета немножко значит изменил контрастность яркости и все как бы вот так вот записываю черные полосы добавил их не было ну 720p она естественная как значит 1280 на 720 по умолчанию но просто у меня там вот верху вот здесь люстра вот здесь значит диван на котором может что-то лежать мне ну или что то но чтобы не убирать мне там какой-то пульт например с этого дивана легче обрезать вот я ничего не понтуюсь там типа киношная картинка в таком духе или звуком хвалюсь какой у меня звук на самом деле это петличка на без обработки не звучит ни хрена без усиления без всего быть все тихо плохо классно что нет шума шума никакого есть ну вентилятор и есть просто какой-то фоновый шум но если я буду использовать шумоподавление звук будет таким дерьмом кто вот используйте километры всякие шумоподавления они только портят свой звук невозможно слушать и мне приходится надо смотреть такие подкасты где люди просто вот так вот ну тип наполивательский относится к делу вот я то хотя бы ну рано или поздно исправлю это у них годами это так вот еще раз кайне какое допустим что-то потерял или проиграл или сломал и все и начинается просто паника типа человек думает я не достоин этой жизни я вот такой дурак типа я же знал прекрасно что будет я там типа допустим нарушил технику безопасности кто-то из-за меня погибну в таком духе вот и мне вот я вот сейчас начал записывать подкаст и бац попадается мне на глаза статья со словом раскаяния и там несколько цитат несколько примеров объяснений я вот с ней ими с вами поделюсь да еще свет я включил лампочку без нее камера может тормозить поэт и ну и шума больше и всего такого ну я типа решил на включу лампочку так то ну ну видно лучше правильно все вроде фокусе а это в как в темноте сидишь вот так что если камера смартфона или фотоаппарат там не нужен свет там можно хоть в темноте снимать а на вебку именно начинается не хватает света начинаются лаги а да еще лампочка у меня сзади была включена раньше сейчас что-то нам не час они она тоже сейчас включена точно только одна сгорела просто ну типа поработала и все значит и хватит поработала хватит я говорю с этим блин с картинкой со звуком постоянной проблемы потом у меня в одном подкасте было смартфон значит камера в смартфоне как-то неровно значит зафиксировано и немножко типа этот горизонт завален и мне пришлось вот так вот смартфон как-то двигать вот то есть вот вот так когда смартфон подвинул то сразу же горизонт ровный был и ну но это просто штатив он как бы не дает мне все равно зафиксировать одно положение он становится ровным сам по себе ну это но это прищепка так скажем она так она всегда должна быть ровной вот а смартфон это эта проблема в смартфоне и вот у меня был подкаст и там немножко криво короче но ничего страшного мне тот подкаст понравился и по картинке и по звуку и вот я сейчас вспомнил как там было что настроено и настроил блин на самом деле никогда бы не подумал что именно так и вот настроить только так он будет хорошо именно вот на эту петличку где она вот видите такая маленькая стоит она копейки просто блин нужно настраивать под каждого человека мне пришлось максимум сделать усиление но еще зависит от звуковой карточки вот вот кстати звуковая карточка всем советую вот смотрите вот так она выглядит вот вот таких у меня две ну на всякий случай стоит доллара 4 наверное но 4 или 5 долларов ну здесь то есть миниджек можно вставить ну знаете переходник короче берете для микрофона который там xx lr вот этот меняете значит на вот такой маленький вставляете все работает наушники не вставить для наушников нужен отдельный короче переходник сейчас покажу наверное вот раз уж ну чтобы было познавательно смотреть мои подкасты вот он то есть этот это не для того чтобы сделать из значит подключить одни наушники к ноутбуку или смартфону точнее двое наушников к одному смартфону нет это не для этого это наоборот наушники которые к смартфону с микрофоном вы сюда вставляете вот там какие-то airpods может быть или или samsung наушники от ноутся от samsung вставляете где трех пиновый миниджек вставляете вот сюда у вас получается вот так вот отдельно колонки ну динамики наушники и отдельный микрофон который вот встроенный если он хороший то это выгодно пользоваться ну просто есть такие наушники там звук плохой и нет смысла вот и вы вставляете вот сюда но тут нарисовано все вот здесь наушники так вставляете тут ведь тут двухпиновый видите видно так так вот в компьютер а вот сюда наушники airpods к примеру надеваете звук слышно и микрофон как бы можно записывать на него что-то но все равно нужно обрабатывать я вот подключил напрямую эту петличку свою которая но не трех пиновая обычная и звук плохой я что-то регулировал регулировал теперь буду всегда вот так вот записывать да возможно это тоже не самый лучший звук нужен там лимитер компрессора значит может быть ревербератор нужен и прочее прочее но я не буду рисковать я короче запомнил вот эти настройки я говорю блин просто голос становится противным если немножко переборщить я немножко вырезал сильно все голос противный немножко но вырезал середину срезал низ слишком сильно срезал как будто детский голос поднял высокие начались какие-то искажения с там буквы вот эти начали вылезать ушам услуг режет потом когда в кадре говорю слишком громко какие-то значит моменты есть слишком ну как сказать идет ровный сигнал да а потом бац хлопок и вот этот скачок такой вот он тоже как бы на слух не очень но таких скачков мало поэтому можно с этим бороться шумоподавление не использует фуфлока лима вот это я настроил звук только для этого для подкаста а если записывать песни там другая эквализация там вообще все другие настройки вот ну как то так вот ну чтож надеюсь вам этот подкаст поможет как-то чему-то научит потому что слово раскаяние она как-то мне кажется нужно понимать что это такое то некоторые блин не знают значение слов никогда не не испытывали ничего не бесчувственные и вот чтобы в дальнейшем у вас не было проблем вы не создавали проблемы вам не создавали проблемы желательно вам знать бы что такое раскаяние вот я сейчас с вами информации этой поделюсь как вы можете видеть все это бесплатно мне не трудно потому что это то что меня волнует я с этим я бесплатно делюсь вот что меня не волнует но вам это хочется прям сильно узнать чтобы я вам помог то это уже это уже платная услуга если что у меня пока что нет никаких клиентов но если вдруг кому-то взбредет в голову ко мне обратиться то я не против так начинаем беды и предсмертные страдания нас приводит на порог раскаяния я не буду называть имена людей кто это какие имена людей которые это сказали ну то есть тут много цитат и вот имена есть значит я просто ну список короче я просто прочту вслух эти цитаты авторство чё вы можете найти в интернете сами и узнать что это за люди если вам так прям если цита то понравилось вот вам будет чем заняться в хороших делах мы раскаиваемся ничуть не реже чем в дурных грешник как бы не каялся не искупит грехи пока не заплатить пока не заплатит дань своим могильщикам груз становится легким когда несешь его с покорностью если ты раскаиваешься но не исправляешься то ты только оправдываешься да вот ну знаете человек что-то сделал и говорит вот да как извините пожалуйста но в следующий раз опять это это делает и снова извиняется так нет ты должен был извиниться больше это не повторять зачем ты это блин повторяешь и ну видно что ты блин врешь я тебя на тебя больше надеяться нельзя все одного раза хватило ну или двух максимум кто вспыльчиво руку заносит с мечом грызю кто вспыльчивую руку заносит с мечом грызет тот раскаившись руки потом настоящий христианин воскресенье искренне раскаивается в том что делал в пятницу и будет делать в понедельник наше наше раскаяние это обычно не столько сожаление о зле которые совершили мы сколько боязнь зла которые могут причинить нам в ответ вот поэтому вы что-то натворили вы пытаетесь как-то извиниться чтобы вас вам не дали сдачи чтобы ну вы то что-то навредили ну и как бы логично было бы что вы должны за это заплатить вам должны дать за это подзатыльник к примеру ну а вы таки не не надо не надо я типа это это не специально это я просто это соцелился в одного чего вот в одно место а попал вот-вот в человека ну 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 извините как бы нет и ты такая глупая отмазка но и только если у кого есть связи тот конечно может значит не бояться что ему могут причинить вред в ответ позднее раскаяние конечно позднее раскаяние конечно раскаяние но никакой пользы не приносит предосторожность проста а раскаяние многосложно раскаяние в постыдных делах есть спасение жизни раскаяние никогда не приходит слишком рано потому что что никому не дано знать, когда будет слишком поздно. Раскаяние – самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя, ничего нельзя исправить, иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее. Чистосердечное раскаяние ничем не отличается от любого хорошего поступка. Оно тоже приносит награду. Ну вот так вот, все. Подкаст слишком короткий, может быть еще что-то найдем. Так, так, так. Пока я ищу, хочу сказать о том, что из-за того, что звук плохой, был, и картинка, но тоже там не очень, то я даже хотел забросить подкасты, но потому что мне самому не нравится. Думаю, ну блин, я никогда не настрою нормальный звук, так и буду записывать фуфло. И люди будут заходить, думать, что я не умею настраивать звук. Ну, как-то так себе затея, короче. Или камеру не могу нормальную купить в таком духе. Ну, так, так, так. Во, нашел. Тоже интересно. В общем... мышление, способность человека рассуждать, представляющая собой процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях. Вот. Начинаю. Мысль в прозе. Будем же учиться хорошо мыслить. Вот основной принцип морали. Будьте внимательны к своим мыслям, а не начало поступков. Верная мысль, если ее слишком часто повторять, теряет силу. Должно быть, разум, как и кровь, вырабатывает антитоксины, дающие ему иммунитет даже против того, что ясно, как божий день. Всякая революция была поначалу мыслью в мозгу одного человека. Главный инструмент любого исследователя – это его мысль. И все то, что мы определяем словом, эффективность ученого, в итоге определяется такими хрупкими понятиями, как вдохновение, раскованность, сосредоточенность, творческий подъем, рабочие настроения. Даже самая дурная мысль все же значительно лучше, чем полное отсутствие мыслей. Действия людей – лучшие переводчики их мыслей. Думать – самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. Если ваше изложение неинтересно, это потому, что неинтересна ваша мысль. Если оно ограничено, то это потому, что ограничены вы сами. Если не будешь вглядываться в себя, чтобы быстрее достичь пробуждения, то тебе останется только ждать своего конца. И даже если на грани жизни и смерти у тебя возникает хоть одна предусудительная мысль, то ты попадешь на один из трех путей, ведущих в юдаль зла. И бесчисленное число мировых периодов будешь страдать там, не имея даже малой надежды найти избавление. Желание – отец мысли. Жизнь – это мысли, приходящие в течение дня. Кто ясно мыслит, ясно излагает. Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Мысль, высказанная вслух, перестает быть мудрой. Мысль, изреченная, есть ложь. Мысль, прежде чем стать мыслью, была чувством. Мысль, работающая для блага человечества, действует обыкновенно по одном… Мысль, работающая для блага человечества, действует обыкновенно по одном из двух главных путей. Или она прилагает к современной жизни те результаты, которые уже добыты. Или же она добывает для будущего времени новые результаты, то есть производит исследования, наблюдения и опыты. Мысль – это интеллектуальный эксцесс данного индивидуума. На мысли следует нападать с помощью мыслей. По идее, мне палят из ружей. Наука освободила мысль, а свободная мысль – народ. Недостающую глубину мысли обычно компенсирует ее длиной. Не порождено ли мышление инстинктом самосохранения? Что, если материя защищает себя мыслью, а мозгоподобной – лишь форма борьбы организованной материи с энтропией? Новая мысль – это следующий виток хорошо освоенный. Спираль раскручивается. Одна из причин того, что умные и приятные собеседники так редки, заключается в обыкновении большинства людей отвечать не на чужие суждения, а на собственные мысли. Ошибки людей сильного ума именно тем и бывают страшны, что они делаются мыслями множества других людей. Пестрые птицы поют хуже других, тоже относятся и к людям. В вычурном стиле не следует искать глубокую мысль. Пока светит солнце и сияет мысль в мах ковендишей и бертло, человеку не приходится дрожать за свою будущность. Словом надо думать. Умение выразить свои мысли не менее важно, чем сами эти мысли. Ибо у большинства людей есть слух, который надлежит усладить. И только у немногих разум способный судить о сказанном. Мыслитель имеет определенную цель, мечтатель не имеет никакой. Хорошо говорить, значит просто хорошо думать вслух. Я все еще не могу понять, как мыслью достичь совершения. Так. И все равно подкаст короткий. Блин, что еще что ли? Найти надо. Материал какой-то. Вот. Да, не забывайте, что все ссылки в описании. Если вам что-то непонятно, то есть, значит, ну вся инфа в интернете. Все, ну короче, и подкасты можно все пересмотреть. Я уже все сто раз объяснил. Ну чтобы просто... Понимаете, я прислушиваюсь только к каким-то личностям, которые вошли в историю. Вы не вошли в историю. Если вы что-то про меня говорите плохое, гоните на меня что-то, говорите, что я не прав, то я вам не верю. Вот. Просто вы не заставите меня поверить в эту чепуху. Ну потому что я-то анализирую информацию, сравниваю. И вижу, кто как живет и прочее. Ну вот. Поэтому говорить, как надо жить кому-то, это... Это как-то, знаете... Ну высокомерно, что ли. Даже какие-то, ну, важные люди, какие-то умные люди и богатые не говорят никому, как надо жить. Только всякие проходимцы, всякие балаболы любят этим заниматься. И они не читают книг, и вот эти вот цитаты ничего, значит, не видели никогда в жизни, не слышали. Потому что, а что, какой смысл им читать эти цитаты, если они прочитали, ни хрена не поняли. Это как мимо ушей все. Я говорю, уставший человек, голодный человек, он не воспримет информацию никакую. Он будет зол на всех и вся. Вот, поэтому, пока я вот сыт, значит, и не хочу спать, я могу записывать подкасты. Как только я буду уставать, то я не смогу так записывать подкасты. Ну, потому что будет не до этого. И, соответственно, мыслить я не буду. И буду забывать все, что было раньше, все прошлое, что со мной происходило в прошлом. Я уже, типа, не буду помнить. То есть, мой опыт, который, ну, должен мне пригодиться в будущем, он сотрется. И я вот этого боюсь. Поэтому нужно контролировать ситуацию. А то, знаете, блин, человеку там 20 лет, он уже у него память плохая. Так не должно быть. Вам же не 70 лет. Или просто, типа, внушили себе, да, у нас вот от природы так, что мы плохо запоминаем. Да не от природы, просто вы не развивали память, вы не мыслили. Вы просто читали что-то и, ну, просто запоминали именно строчки полные. А что эти строчки, значит, вы не знаете. То есть, ну, это тупо повторение. Что там? Это... Я думаю, что, наверное, кот спал. И что-то его занесло куда-то в сторону, и он, типа, начал сваливаться. Вот. И зацепился за штору. За штору. И, ну... И поднялся обратно. Забрался. Карл Юли Вебер. Немецкий историк. Ник... Некогда редкость книг вредила успехам знания. Ныне обилие их сбивает с толку, тормозит собственное мышление. Какая сильная мысль. Вот это ты, блин, сказал, Карл Юли Вебер. Реально. То есть, он жил. Чтобы вы понимали. В 18-м веке родился, в 19-м умер. Вот. То есть, возможно... Сейчас, секундочку, я уточню информацию. То есть, по ходу... По ходу... Да не по ходу, а точно. Этот... Мужик... Старше... Артура Шопенгауэра. Вот. У Шопенгауэра тоже есть какая-то цитатка. Ну, какой-то такой... Ну, как-то он выразился однажды, что книги, они... Ну, я могу даже, наверное, процитировать. В библиотеке Шопенгауэра было 1375 книг. Однако Шопенгауэр весьма критически относился к чтению. В своем произведении, каком-то там, он писал, что чрезмерное чтение не только бесполезно, так как читатель в процессе чтения заимствует чужие мысли и хуже их усваивает, чем если бы додумался до них сам. Но и вредно для разума. Поскольку ослабляет его и приучает черпать или черпать идеи из внешних источников, а не из собственной головы. Шопенгауэр с презрением относился к философам и ученым, деятельность которых в основном состоит из цитирования и исследования книг, чем, например, известна схоластическая философия. Он выступает за самостоятельное мышление. Вот, как бы нужно развивать в себе такую привычку, чтобы додумываться до всего самому. Какие-то, ну, короче, напрягать себя, напрягать свой мозг. И оно само как-нибудь, значит, вам даст ответ. То есть вы же человек, вы самое, типа, умное существо на Земле. Ну, вы должны этим пользоваться. Если вы не пользуетесь, то вы подавляете это чувство, значит, эту способность. И все, опускаетесь на самое дно. Становитесь как животное. Ну, типа, животное, оно же там не знает языки никакие. Так и вы, типа, забыли даже, как слова пишутся, как нужно там ударение ставить. Все, начинаете забывать. Живете как-то, ну, просто уже по привычке. Вам уже, как бы, вы не жильцы. Польза от вас никакой, один только вред. Вот. И, так, цитата. Ну, редкость книг, некогда редкость книг вредила успехам знания. Ныне обилие их сбивает с толку, тормозит собственное мышление. Ну, то есть, в 19 веке уже тогда было много книг, и вы читали, и просто повторяли слова, которые там написаны. Там написано, вот, надо делать так, это хорошо, это плохо. И вы в это верили. Вы сами не, как-то, не думали об этом. Точно ли это хорошо или плохо? А кому это хорошо? Просто, когда политик говорит, что все делает для нашей страны, к примеру, ну, или для вашей, для любой, то, возможно, он говорит лично о себе, о своем круге общения. То есть, мы делаем все для наших людей. Ну, то есть, для наших, для его людей, а не для вас. Вы для него, ну, типа, не друзья никто, никакие. Для вас ничего не делается. Вот. А вы, ну, то есть, вы слышите одно, а он-то говорит другое. Вот. Нужно, говорю, учиться этому, чтобы отличать. Не, я, конечно, тоже читаю. Ну, просто бывает такое, читаешь и видишь, что человек, ну, понаписал какую-то фигню. Хочет тебя обмануть. Вот. И, как бы, лучше отказаться найти другую книгу. А эту выкинуть. Вот и все, как бы. Нужно искать. Я говорю, столько шарлатанов. Просто, блин. Я вот все собираюсь, там, выучить программирование, выучить язык. Блин, столько этих, значит, курсов. Они там и платные какие-то и прочее. И думаешь, ну, блин, ну, что вы там вот... Я вот буду на это время тратить, а потом, если это ничего мне не принесет, кто мне это вернет, это время? Да никто, блин. Я сам, типа, виноват, что я потратил время на эту фигню. А я, блин, пока не знаю, где информация правдивая, а где нет. И в этих курсах, скорее всего, звук очень плохой. Даже хуже, чем у меня. Опять через силу придется смотреть. Ну, блин. Музыка – истинная всеобщечеловеческая речь. Есть мужчины, красноречием превосходящей женщин, но ни один мужчина не обладает красноречием женских глаз. Жизнь – болезнь. Сон – палеотивные средства. Смерть – радикальные излечения. Жизнь – карантину входа в рай. Вот. Так. Что-то еще, может быть? Мне на самом деле вот трудно как-то вот сейчас живется, потому что я не определился, что мне вообще делать, какую тему выбрать. Если бы я знал, какую тему выбрать, какая она мне больше всего подходит, я бы все в свое время посвятил этой теме и прокачался бы вообще. извлек бы максимум. Но. Как бы, пока я там что-то учу, проходит время, и все, что я учил, уже устарело. Потому что я не обладаю информацией самой свежей. То есть я обладаю информацией, которая уже… Ну, понимаете, есть какая-то степень свежести, там, не знаю, 50 лет, давность. Или 20 лет, или 10. Так вот у меня, походу, в России, блин, все самое старинное, блин, попадается мне. Потому что, ну, контента на русском языке толком качественного и нет. В большинстве случаев это развлечение. Приколы всякие, там. Я прекрасно понимаю, что и занятие музыкой, написание песен там всяких, и занятие программированием, и знание языка английского, и еще что-то там обладает чем-то. Вряд ли. И это что-то вообще принесет мне. То есть не стоит рассчитывать на большие какие-то доходы. Вообще. То есть тут даже… Если ты крутой спец, все равно ты заработаешь мало. Вот. И нужно помимо этого что-то еще знать. Ну, я просто этим занимаюсь, потому что мне это нравится. А есть такие занятия, которые, ну, ну, ни при каких условиях я не буду этим заниматься. Но, скорее всего, эти дела, они такие, знаете, старого типа. То есть такие работы, которые вот сейчас существуют, они были там и 50 лет назад, и 100. Они меня не привлекают. Ну, мне хочется что-то выбрать современное. Вот. Ну, как бы, да, я, может быть, я… Это очень трудно. И не каждый с этим справится. Но если, как бы, делать много попыток, что-то выйдет. А там уже, когда что-то выйдет, можно найти людей, которые подскажут. Сейчас просто никаких людей я не могу найти. И, глядя на успешных людей, вот сейчас все думают, вот они как-то, типа, от природы такие. И что, ну, либо есть, либо нет. Талант. Но на самом деле, люди, которые в каких-то сферах там преуспели, они к этому очень долго шли. И тут… Тут еще многое зависит… Блин, мне вот то ли сон приснился, то ли это мне кто-то сказал, я не помню. Сейчас я об этом расскажу. Я точно сны не помню, но какой-то момент я запомнил, один всего лишь фрагмент. Значит, смотрите, английский язык. Человек, который уже много лет общается на английском языке, только с американцами, у него отличный английский язык, он может вам подсказать, как и что подтянуть вас. Без этой практики, то есть, ну, ничего не было бы у него. Значит, он просто попал в такие условия. Потом, не знаю, программирование. Тоже потихоньку, с самых низов, когда еще ничего не было, первопроходцы, значит, начинали, все, сформировались. С музыкой тоже. Лейблы, которые уже работают 30 лет, у них уже столько хитов вышло. Они штампуют новые хиты, нанимают артистов, все такое. Одному, но нереально. Хоть 10 лет, жди, хоть 20. Всегда нужна помощь лейблов. Либо денежная, либо там кто-то с текстом помог, либо с музыкой. Кто-то бит написал, кто-то клип снял. Постоянно. Это командная работа. Одному очень трудно. И тут дело не в таланте, а просто нужно... Талант раскрывается, когда ты примкнешь к лейблу. Когда ты один, талант не раскроется. Вот в чем суть. Так же с английским. Английский ты не выучишь, у тебя не получится классно на нем говорить, пока ты не общаешься с американцами, пока ты не переедешь в ту страну. И пока ты не найдешь там людей, которые с тобой вообще будут общаться. Если они с тобой не будут общаться, ты будешь одиноким, то ты и не выучишь. А с программированием, что тоже... Все принадлежит... Ну, то есть, большие корпорации, их немного. То есть, контора какая-то открылась, она потом разрослась до такой степени, что все, все спецы там. А остальные маленькие, им вообще не получится обогнать этого уже гиганта. Никогда. Вот. И мне сон приснился даже какой-то, получается, сегодня. Или... Я точно не помню. Скорее всего, это было во сне, да. Что-то кто-то мне говорит, типа, вот ты собрался учить программирование, так ты же все равно не... ты не станешь крутым программистом, тебе... Ты не сможешь обогнать там Google, Apple, Microsoft, Яндекс, ты... Ты ничего не сможешь. Там Mail.ru, значит, как ты собрался, значит, с нуля все это делать, там, в одиночку, но в таком духе, какая-то такая мысль была. Я просыпаюсь и думаю, а правда, вот что я сейчас, типа, буду учить этот язык программирования, выучу, а какие задачи буду выполнять на нем, что я буду на нем делать, кому это нужно. Ну, я, типа, в этом во сне сразу же вспомнил о том, что, ну, типа, могу делать дополнение к уже готовому материалу, только, типа, добавлять какие-то функции, которые... Ну, уже все настроено, а тебе остается просто какие-то... предлагать, значит, идеи новые. Может быть, это внедрим, может быть, это и... А так вот просто работать, ну, типа, на себя, создать там свое приложение, свою программу, свой сайт, там, и все это как-то двинуть, но это, блин... Это, конечно, просто интересно узнать, как это вообще устроено, но чтобы на этом деньги заработать, то, мне кажется, не получится. Как бы... Просто во сне было сказано, все уже сделано. то есть до тебя, за тебя уже, то есть твоя помощь не нужна, чего ты в это лезешь? Ты пытаешься просто быть частью, себе внушить, что ты что-то делаешь полезное, но на самом деле ты просто будешь не нужна, тебе будут вынуждены платить, там, 500 баксов, ну, просто вроде как, мало ли что случится, вот тебя там, значит, попросим. А если ты что-то не умеешь, так тебя вообще не возьмут. Может быть, ты выучишь что-то такое, что было актуально 10 лет назад, а сейчас нужно уже знать новое, а в институте тебя этому не научили. И ты просто все, ты как бы не нужен. Ты вроде знаешь какие-то примитивные вещи, да, можешь там, не знаю, кого-то бота создать, но этого мало. Помимо этого, нужны еще связи какие-то, нужно иметь представление, что там, блин, происходит в офисе, в самом главном. В какой-то компании. А это же все секретно, там никто тебе эту информацию не выдаст. Вот. Поэтому и английский язык, да, в Америке живут люди, они знают английский язык, но они бедные, то есть они живут там плохо. Одного знания языка мало. Там мало, значит, знания языка программирования, надо еще какие-то свои штучки придумывать, отличаться от других людей. Уметь писать музыку тоже мало. Даже если ты звукорежиссер, битмейкер, ты, значит, саунд-дизайнер, все ты это умеешь делать, так этого мало, слов-то у тебя нет. Ты написал мелодию, написал бит, все свел, все подобрал, а в итоге потом у тебя нет слов, или, ну, то есть ты не умеешь писать что-то там про любовь, к примеру. Ну, или ты даже написал стих какой-то, ну, хрен с ним, все сделал, но ты не знаешь, как раскрутить. Или ты раскрутил, но ты раскрутил, а у тебя-то лицо непривлекательное, все, ты как бы дизлайки поставят тебе, оценки плохие. Или ты и клип снял, и раскрутил трек, ну, все там написал, это командная работа, а клип-то плохой получился, и все, из-за клипа тебя слушать не будут. Короче, столько всего, ну, если ты, типа, один, а можно, говорю, примкнуть к лейблу, или какие-то найти друзей каких-то, и они тебя будут раскручивать, просто тебе говорить, у них уже есть популярность, и они всем навяжут, что ты крутой. И даже если у тебя плохой качественный звук, они тебя будут слушать. Вот так вот все просто. Ну, короче, мне пока интересно, я занимаюсь потихоньку, но если были деньги, я бы, наверное, был бы спокоен, и как-то у меня больше было бы каких-то мыслей, я бы знал, так, вроде деньги есть, может быть, это попробовать, может, то, как ты экспериментировал, а этого нет, и... Ну, я говорю, столько музыки появилось, я слушаю, думаю, ну, реально умеют петь лучше меня люди, у них там есть команда, которая пишет материал, и мне с ними, ну, просто, я не конкурент им, им вообще не о чем волноваться, вот, он там выпустит хит, а нас все забудут, да нет, никто не забудет ни о ком, если, значит, работает команда, я могу, конечно, случайно написать какой-нибудь трек, типа, будет хит, но тоже это пройдет год, и все забудут, понимаете, мне не трудно, я, типа, ну, могу научиться чему угодно, я могу, блин, пойти и стать строителем, и водителем, значит, и этим, программистом, и музыкантом, блин, и переводчиком, могу все это сделать, могу научиться этому, но, не факт, что это там будет очень хорошо и много денег, мне именно важны деньги, вот, я не хочу работать просто так, типа, по фану, блин, я хочу, чтобы был какой-то баланс, и деньги были, и работа хорошая, вот, ну, это как с едой, вот, есть плохая еда, вы же ее не едите, покупаете еду, которая вам нравится, есть работа, которая плохая, есть хорошая, вы же не идете на плохую работу, не общаетесь с плохими людьми, то есть, вы как-то выбираете, как-то чувствуете, где лучше, ну, так и здесь, вот, Жорж Сименон, Сименон, франкоязычный писатель, задавая домашние задания, учителя метят в учеников, а попадают в родителей, начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина, потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина, принимать людей, а не судить, в жизни нет преступников, есть только жертвы, понимать людей, а не судить, в жизни нет преступников, есть только жертвы, я читаю уголовный кодекс и Библию, Библия жестокая книга, может быть, самая жестокая, которая когда-либо была написана, писатель родился в 20 веке и умер в 20 веке, вот тоже как бы давно эти цитаты были написаны им, ну то есть он писал книгу и там были вот такие строчки, их просто вырезали оттуда, как такую, какую-то поучительную историю, что ли, и разместили на каком-то сайте, вот так вот я ее нашел и поделился с вами. Вы же не будете читать целую книгу, блин? Там, может, сюжет неинтересный. Во! Попался мне Майкл Джордан, это американский баскетболист. Я могу объяснить всем, как нужно играть в баскетбол, вот только никто так не сможет. Вот так что этого мало. Вы поступаете, что-то учитесь, слушайте внимательно, один хрен повторить вы такой успех не сможете. Это нужно, это только вам подходит, только это ваш способ, ваш прием. Вы вот его нашли, им пользуетесь, и все получается. А это пытаться, значит, получить преобразование и стать как кто-то. Ну, то есть, именно прям повторять. Там вот какой-то человек был, жил, и типа вот учиться в той же самой школе, где он был, в том же самом городе, носить ту же самую одежду. Да не поможет это! Он носил эту одежду не специально, он носил, что попало. Так, вроде нормально, надену. Он не делал из этого культ. Это вы придумывали себе, о, одежда, я там оденусь, у меня будет бизнес процветать, буду, значит, разговаривать серьезным голосом, ходить с важным видом, и тоже меня будут уважать. Да никто вас не уважает. Вам, как вы, типа, вам никто не давал ответ, уважает или нет. Вы просто, типа, смотрите на людей, ну, наверное, они меня уважают, они идут своей дорогой, им плевать на вас. Мы выигрывали не из-за того, что наша команда была самой талантливой, просто у нас были слабые соперники. Вот. Поэтому музыканты, спортсмены, они, почему такие популярные? Да потому что они, значит, делают контент своего уровня, как у них получается, не напрягаются, а потом выпускают его, и смотрят на похожие песни, на каких-то своих коллег, и понимают, что те коллеги, они настолько прокачаны, они, типа, думают о другом, они в голову вбили, так, мы будем писать 100 песен, и от количества этих песен, у нас в итоге будет много стримов, значит, прослушиваний вот этих, и, типа, денег много соберется. Главное делать, больше и больше выпускать, а в итоге там 10 альбомов, или там 1000 видео на канале, и нахрен никому эти видео не нужны. У меня вот сколько подкастов. Ну, уже вот, получается, сейчас скажу, 45-й подкаст записываю, но просмотров нет, ничего нет. Это, конечно, не говорит о том, что я делаю плохой контент, это просто говорит о том, что я делаю что-то не так, то есть я маркетингом вообще не занимаюсь. то есть минус мне за то, что даже если ты талантливый и делаешь какой-то контент, музыкальный, или видео снимаешь, то один хрен этого мало. Есть люди, которые просто, у них так своя тактика, они думают, так, запишем трек, снимем классный клип, пререкламируемся, значит, кому-то там заплатим, что-то там над образом поработаем, значит, что-то провокционное сделаем, мы будем материться в кадре и прочее, будем выходки, что-то, короче, совершать какие-то и прочее делать. Ну, а другие думают, нет, мы будем скромными, мы будем тихо, мы не будем работать в другом жанре, мы будем, как вот музыка была 50 лет назад, такую будем делать в современном мире. нужно уже переходить на новый уровень, какая сейчас мода вот есть, вот нужно подстраиваться под эту моду, ну, чтобы успеть хоть какую-то заработать копейку. Вот, соответственно, эти люди, музыканты, они не прям талантливые, они просто знают, как надо, они видят, так, вот это сейчас сделаю, 100% зайдет. И, ну, и тратят силы на это, стараются. А другие презирают эту моду, да, там какие-то молодые, что-то они там вытворяют, мы не будем за ними повторять, это типа зашквар какой-то. Да, с одной стороны, это так, но, если мы хотим заработать деньги, нам как бы нужно добиться чего-то, мы хотим увидеть, видеть результат, то надо это делать. То есть, можно писать рок-музыку, а потом бац, и выпустить рэп-сингл. Ну и все, и как бы, этот рэп-сингл принесет больше денег, чем 10 рок-альбомов твоих. То есть, ты писал там 10 лет, было всем пофиг, написал рэп-сингл, во всех чартах, во всех шоу, везде уважают, приглашают. То есть, не нужно прям сидеть за треками и писать их, не нужно выпускать прям каждый год по 10 штук, не нужно думать о качестве звука, там, что типа, вот, самый, чтобы громкий был трек. Нет, нужно просто удивлять, просто удивить, просто не стесняться, не бояться. вот, так что, поэтому, конкурентов тупо нет. Делай классную музыку и все, остальные, ну, им до тебя далеко будет. Просто, может, многие думают, да мы, типа, не такие прокаченные, но я так думаю, потому что, ну, реально, я пока в том жанре, в котором нужно делать, я еще ничего не сделал, хотя я знаю, что надо в нем делать. Значит, я себя как-то сам торможу, надо это исправлять, но я когда-нибудь что-нибудь сделаю. Но был бы мне спокойнее, я бы мог бы это делать и не бояться, если бы у меня были деньги, мне не пришлось работать. Вот. А так, знаете, начнешь что-нибудь делать и выкладывать в интернет, материться, татуировки набивать на лице, там, и прочее делать, а потом, значит, ну, ну, а вдруг потом, типа, придется идти куда-то работать в другую сферу, не в музыкальную, там, допустим, в бизнес, и что ты в бизнесе будешь с татухами на лице, придется это сводить, или там, в интернете найдут и вообще скажут, что, типа, не будем мы с тобой работать, какой бизнес, блин, успокойся. То есть, лучше не спешить. Вот просто, у кого есть деньги, им нечего терять, они знают, что им не придется работать. Никогда. Поэтому они не стесняются набить на лице татуировку, не стесняются в интернет выкладывать всякую фигню. Я слышал такие истории, когда человек по молодости снялся в фильме для взрослых а потом его коллеги на работе подкалывали и уволили. Кто-то нашел, слил информацию всем, что там вот, смотри, это ты, мы тебя узнали, что ты там с женщиной в постели и делаешь вообще все подряд там, короче, все непристойное, все самое ужасное. Ну и как бы работа простая, ну даже с нее тебя уволили. И вот просто надеяться на музыку как-то не хочется. Не то, что не хочется, а я бы никому не советовал надеяться на музыку, потому что, ну, я говорю, мода прошла, все, ты уже никому не нужен. Все, что ты успел заработать, если ты еще не потратил тогда, то хорошо. А если ты все потратил, где новые деньги брать? Я промазал больше 9 тысяч бросков за свою карьеру. Проиграл в 300 матчах. Проиграл в 300 матчах. 26 раз мне доверяли решающий бросок. И я промахивался. Я терпел неудачи снова и снова. именно поэтому я добился успеха. Вот. Ну, здесь, знаете, как, ну, да, пишешь первые свои песни, они не очень, демки какие-то. Потом еще пишешь, пишешь, и все-таки научился за годы попыток, ты добился дорогого звучания, начал классно рифмовать, сюжеты у тебя в текстах хорошие, значит, и ты свой там имидж изменил, стал более уверен, уверен в себе, вот, так что, и так, и так, короче, можно, ну, короче, если у вас на канале много видео, или в iTunes, там, или в Apple Music, или на всех площадках музыкальных у вас размещены треки, и там нет прослушиваний, но количество большое, даже фиты какие-то есть, и это не гарантирует то, что это вообще будут слушать, и вас что вообще уважать начнут, и что денег вы много заработаете, нет. Лучше вообще ничего не писать, а потом бац, хит выпустить, и все. Не можешь написать, ну, купи хит, я бы купил, просто нет денег, блин. Никто мне не предложит, на электронную почту не пришлет какой-то текст, или, ну, какую-то демку. Пока нужно самому все делать. Я говорю, просто очень много появилось артистов и продюсеров, которые, ну, прям, ну, классную музыку делают, и я бы такой никогда не смог написать, даже если я буду учиться. просто, может быть, не мой формат. Я могу в таком жанре что-то написать, но это все равно не будет дотягивать до них. Они выше все равно. Они лучше знают, как эту музыку делают. делать. У них опыта больше. Они до, значит, раньше меня изучили английский язык. У них, они и старше меня. В общем, они во всем лучше меня. А я тут хочу их как бы обогнать. Да не получится. Может, когда-нибудь, когда у меня будет столько лет, сколько им, я смогу так делать. Но пока нет, пока не могу. Я не отчаиваюсь. Я не сижу целыми днями над программированием музыкой и английским языком. Я потихоньку это делаю. Просто потихоньку, да потому что я не уверен в том, что это принесет деньги. Если бы был точно уверен, что вот английский выуч и миллионы у тебя будут в следующем году. Ну, тебе что? Английский язык принесет миллионы долларов, к примеру. То я бы выучил английский язык, не знаю, за месяц. А так я растягиваю на год. То есть медленно. А так я бы просто просыпался только английским бы и занимался. вот просто сколько там человек спит, допустим, 9 часов, ну, так, чтобы выспаться. Ну, кто-то 12, кто-то 9, кто-то 7, кто-то вообще 6. Ну, вот 9. Проснулся, поел и 12 часов учишь английский язык. Прям вообще не отвлекаешься. Если бы у меня были какие-то знакомые, которые тоже учат язык, мы могли бы с ними как-то вместе работать и еще быстрее бы выучили, но никому это не нужно. У всех на уме только алкоголь, примитивная работа, вот эти копейки, там, отдых по пятницам, непонятно, какие-то накопления или ипотеки, кредиты, какие-то тачки, на какие-то квартиры, которые вообще толком и не нужны. Кто-то там, кому-то все мало, кто-то еще дачу себе покупает, кто-то что-то там родителям помогает, кто-то детей заводит, то есть в двоих, трех, четырех, думаешь, ну блин, сколько, типа, вам это, вам сколько, не дай, вы все потратите. То есть, у вас и так есть вроде деньги, там, какой-то пассивный доход, например, какой-то маленький бизнес, какое-то наследство, какое-то, значит, заначка, и вы находите себе еще там два занятия и думаешь, ну блин, то есть у вас и так, там, не знаю, две тысячи долларов в месяц, так вы еще идете куда-то, где там даже какие-то копейки платят, не знаю, двести долларов, но это типа вроде тут местечко есть, пойду еще двести заработаю. Так это же копейки, у тебя там две тысячи долларов, что тебе эти двести долларов, они для тебя должны быть копейки. Да все равно, я же типа ничего не делаю, я отдыхаю, пусть двести долларов не помешают, еще одного ребенка заведем. и ты думаешь, а потом, короче, ты, блин, откинешься, и твои дети, блин, это, не буду знать, что делать. Это пока ты, типа, родитель жив, то можешь обеспечить, а потом ты, блин, как детям, дети не такие, может быть, значит, трудяги, как ты, им, может быть, это нахрен не надо. Вот, то есть, ну тут, понимаете, люди просто, у них, так получилось, у них есть деньги, они понимают, так, ну вот, мы вроде едим, покупаем себе продукты, вроде хватает, а давай-ка еще купим, ну не помешает, ну просто для разнообразия, попробуем, то есть, толку никакого, ну просто, ну есть же деньги, куда деть, надо куда-то деть, они не должны лежать, а то мало ли там, что-то случится, и деньги эти пропадут, лучше, чтобы мы успели их потратить, вот в таком духе, и денег никогда нет. Вот. Я стремлюсь к тому, чтобы в одном деле преуспеть и зарабатывать там огромные деньги, а не бегать по этим мелочным работам, на подработки, там что-то, блин, попомог, тут помог, что-то везде бегаешь, эти копейки собираешь, и в итоге один хрен у тебя денег нет. Нельзя что ли найти одну нормальную работу? Нет ее здесь, в этом месте, ну и ты берешь, уезжаешь, там находишь. Зачем тратить время-то, блин? Чего ждать, пока здесь что-то появится? Если здесь было всю жизнь болото, только оно всю жизнь и будет болото, то есть, никакие там эти мосты не помогут, ничего. Там по этому мосту и некому ходить-то будет. Просто какое-то место непригодное для жизни пытаются что-то как-то там создать инфраструктуру какую-то. Чего там создавать-то, блин? Это уже проклятое место. Уже всем известно, что так оно, так есть. Ой, блин. Эти люди, они такие дурачки, ну блин, они вот думают, вот сейчас деньги есть, будем все тратить, не будем откладывать. Они не понимают, что эта лафа закончится. Говорю, один год, два, три, все, потом не будет этих денег, этих доходов не будет, все рухнет, бизнес нахрен придется закрыть, потому что он не приносит денег. На детей еще больше денег придется тратить, то они маленькие, на них мало тратится, а это придется на образование, думаешь, блин, а мы не думали, что придется из бюджета доставать деньги, мы думали, мы их себе оставим. Да нет, вот нужны деньги. Или там машина, чем-то там, не знаю, авария какая-то, произошла, ремонт и прочее. Короче, или зарплата была высокая, а тут сократили. Нужно эту заначку, пока деньги прут, собирать, а потом растягивать сразу на 30 лет вперед, чтобы вот эти были деньги, их нельзя было потратить больше, там, 150 долларов в месяц, потому что если потратишь больше, то в каком-то месяце потом у тебя вообще ничего не будет. Ну, то есть в будущем. Потому что будущее-то оно быстро наступит. И вот эти люди в итоге остаются без заначки и без денег, без работы, без всего. Потому что вот у них был такой прибыльный год. Прибыльный год бывает там раз в жизни. Три года все было хорошо, а потом вся жизнь говно. Я говорю, все заканчивается. Это прям не нужно быть каким-то предсказателем. Это 100% закончится. Потому что у людей в голове деньги есть, надо их тратить на ненужные вещи. Не нужно предполагать, будет ли что-то или нет, а то если бы, да как бы, там, вот у них такое оправдание, что типа ничего не будет, все будет хорошо, это все, это не у нас там, у нас с нами такого не случится. А в итоге с ними как раз и случается. Вот они живой пример того, что вот кто вот улыбается, кто типа счастлив, вот у них будет потом хуже всех. То есть у вас вроде вы думаете плохо, а у них потом будет еще хуже, чем у вас вы думаете, ну блин, я думал у меня плохо, они вон до себя до чего довели. и они еще меня учили жизни, что так надо жить тогда. Я бы тоже себя тогда до такого довел. Ох, ну короче, эти людишки, они просто не шарят ни хрена. Надо учить историю. Не своей страны, а вообще других стран. И там все написано, там все сказано, как и что будет. Если одна страна движется по истории на другой развитой страны, повторяют за ней и растет, то другая, она наоборот, находит самые плохие страны, смотрит, как там жили, как там выдержали, не выдержали, и с них стрессовывает, и как бы своему народу навязывает. И в итоге, ну если у них там, они взяли инструкцию от бедной страны, то понятное дело, что эта инструкция скоро начнет действовать. То есть по этой инструкции все будет в ближайшие 10-20 лет работать. Уже даже известно, в каком году там что-то, будет опять какой-то кризис, в каком году опять будут какие-то там проблемы, значит, голод когда будет, когда будет безработица, все известно, потому что срисовывают, блин, берут как будто, делают ремейк, вот в 20 веке как-то жили, и в 21 будет то же самое. Они просто смотрят, читают историю бедной страны и воплощают в жизнь то, что там было уже в наше время. Непонятно, в чем прикол, в чем, наоборот, нужно быть как-то что-то уникальное в жизни должно происходить, а не вот это повторение дурацкое. Но, это знаете, кто имеет власть, они так вот, как будто у них сценарий, они по этому сценарию живут. То есть они не мыслят, они берут готовые решения. не вы прикиньте, люди обеспеченные, у них уже там 1000 долларов, 2000 долларов, а им все мало, они типа никак не могут наесться, типа, что-то мало едим, ну или много едим, но что-то давай еще побольше. можем ведь себе позволить, мы же типа умные, и идут еще кое-что-то делают, то есть занимают места, людям потом работают, ну, людям не хватает денег, они не могут устроиться на работу, а все места заняты. Благодаря этим людям, у которых уже и так 2-3 работы, до 4, они все места заняли, они даже на эту работу не приходят, там место пустует, но они числятся, они там договорились. Вот, а вам остается, что на самое, на самое плохое работаете, на которое никто не идет, где реально нужно работать. Вот, но дело, понимаете, вы не виноваты, потому что эти места хорошие уже заняли, до того, как вы родились. Уже давно там люди сидят, и своих там детей пристраивают, внуков, а вы туда не попадете, никак, то есть вам не пробраться, даже если вы спец. Там уже они закрепились, они уже свои, как родные прям. А вы какой-то новичок, пришли такие, типа, вот я хочу приносить вам пользу, а у нас тут так все хорошо, что-то пришло, где другое место ищи, или вообще другую сферу. Даже несмотря на то, что ты классный юрист, мы тебя не возьмем, у нас тут свой юрист, мы с ним знакомы, мы с ним и выпиваем по выходным, а ты кто? Ты вообще не друг, мы о тебе ничего не знаем. Вот, так что вот этот стаж имеется в виду на работах, это не стаж работы, что ты старался, рост, карьерный рост, а стаж, что ты общался долго с человеком, вы привыкли к друг другу, вы вместе, блин, прошли что-то, знаете, впервые на рыбалку поехали вместе, к примеру, или там, что-то там, какой же пример привести, ну, просто учились вместе, занимались спортом вместе, ну, в таком духе, просто тут, тут дело не в том, что вы там добились успеха в спорте, а в том, что вы просто были вместе, и вам как бы лень уже искать новых людей, вам трудно найти новых друзей, и вы общаетесь со старыми, ну, и, соответственно, и работать вы будете с ними, вот, а всякие новые вам не нужны, потому что новые, это могут вас свергнуть, они придут, скажут, в смысле, что за подход работы у тебя, ты тут деньги выделяешь, себе половину забираешь, деньги выделяют, присылают, ты берешь половину, покупаешь непонятно что, и там все из говна и палок, давай-ка эти деньги, блин, не забирай себе, будем делать все нормально, не, не будем, я так не хочу, я тогда всем расскажу, ах ты, и типа покушение потом, на этого нового работника, что он типа пришел, хотел сдать своего начальника, к примеру, ну, короче, все известно, тут, я говорю, не нужно быть гением, вот, к сожалению, я слишком правильный, поэтому у меня нет шансов, чего-то добиться, вот, ни в какой области, поэтому я пытаюсь найти какую-то работу, где я, от меня все зависит, что я один, ну, поэтому, наверное, блог вести, это самое то, но, он вряд ли что-то принесет, вот, ну, то есть, там, монетизация, она вообще копеечная, у всех, я не про себя, в целом говорю, потом, интеграции, там, могут покупать через раз, ну, то есть, обращаться, ко мне, чтобы, хотят купить, значит, ну, типа, у меня есть место, для рекламы, они хотят это место, купить, ну, один раз, хотя бы, тоже, как бы, не покупают, а, и, что еще, ну, там, песни, тоже, говорю, продавать песни, ну, сколько там, ты, максимальная сумма, скажешь, блин, 5000 баксов, не купят, тысячу скажешь, ну, купят, а тысячу от мало, ну, вроде написал так, 10 песен, по тысяче, значит, 10 тысяч долларов, ну, сколько там, 700 тысяч рублей, ну, вроде, как бы, и норм, на несколько лет, хватит, но потом-то, что делать, а может, потом больше не напишу, так еще и найти надо покупателя, убедить его в том, что это хорошая песня, может, она не купит, ладно, подкаст идет уже 1 час и 15 минут, мне кажется, достаточно на сегодня, спасибо за просмотр, приходите еще, все, наверное, надеюсь, этот ролик был вам полезен, ну, можно заканчивать подкаст, желать ничего не буду, вы и так все знаете, я думаю, если уж вы смотрите мои ролики, значит, вы знаете, как лучше, так что действуйте, думайте своей головой, не слушайте никого, все, до свидания,